Сегодня я специально встал пораньше для того, чтобы вам показать, как выглядит набережная Герцог-Ноби в раннее утро. Почему пораньше? Да все просто. Во-первых, с утра здесь практически нет людей, ну а во-вторых, не так жарко. Сейчас градусник показывает около 20 градусов по Цельсию, но буквально уже через пару часов температура поднимется ближе к 30. И начинаем мы наше небольшое путешествие с Мелино. Мелино, потому что я здесь живу, ну а во-вторых, это как бы одна из начальных или конечных точек набережной. К слову хочу добавить, что набережная города Герцог-Ноби простирается на расстоянии порядка 5,5 километров. Она проходит через такие населенные пункты или районы города, как Мелино, Савино, Герцог-Ноби и Игова. И вот мы начинаем с Мелино. Вот там мы уже прошли Лазурь. Это большой отельный комплекс, который уже работает, но продолжает строиться. У них большой, хороший, платный, но достаточно неплохой пляж. А мы тем временем постепенно движемся в сторону Игова. Вообще набережную Герцог-Ноби условно я делюсь всегда на две части. Первая это от Игова до Шквера и вторая от Шквера до Мелино. Вот сейчас мы находимся на второй части от Шквера до Мелино или от Мелино до Шквера, потому что мы идем в сторону Шквера. И эту часть обычно я называю зоной комфорта, потому что здесь всегда меньше людей. С утра мы можем видеть людей на пробежке. Так вот, людей в этой части набережной всегда меньше, чем в районе Игова, потому что здесь, ну не знаю, здесь это своего рода такой небольшой пригород Герцог-Ноби. И здесь всегда немноголюдно, как на пляжах, так и в кафе. Да, кстати, сегодня со мной будет моя доска для того, чтобы преодолеть чуть-чуть побыстрее некоторые участки набережной. Еще хочу отметить, что не вся набережная достаточно комфортна для катания, попадаются в такие вот участки. Если вы катаетесь на велосипеде, то в принципе вам эти участки особо проблем не составят. Много-много людей здесь занимаются спортом, особенно по утрам, когда не жарко, набережная пустая. Много бегунов, много людей на велосипедах. И что очень важно, что набережная расположена таким образом, что вы можете попасть в любую часть города, идя или проезжая по ней. То есть, если у вас есть велосипед, вы можете спокойно сесть на него и доехать, допустим, до старого города или до Игола без проблем. Единственный минус, который вас поджидает, то, что вам впоследствии придется по ступенькам подниматься на самый верх. Ну, потому что основная часть города все-таки она находится чуть выше набережной, и вам придется немножко походить по ступенькам. Ну, а здесь мы уже можем видеть первые пляжные зоны с лежаками. Стоимость примерно от 2 до 5 евро за лежак. Вот, кстати, этот пляж мы очень любим. Сюда мы обычно ходим купаться с дочерью, потому что здесь не очень много людей, и он такой более-менее песчаный. Сейчас мы проезжаем Перлу. Перла – это гостиничный комплекс с рестораном. Здесь же, кстати, сдаются в прокат велосипеды. Людей, берущих в прокат велосипеды, я видел немного, не знаю почему. Ну, как правило, здесь все катаются на своих. Вы можете видеть, что в основном в Герцогнове люди отдыхают и загорают на таких вот бетонных площадках. Все это из-за того, что рельеф у города очень гористый. Ну, и, соответственно, из-за гористости рельефа, таких пляжных зон, которых мы привыкли видеть с песком или хотя бы с галькой, здесь не так много. В основном это такие вот бетонные пирсы, которые впоследствии оборудуются лежаками и спусками к воде. Мы тем временем добрались до гостиничного комплекса Плажа. Комплекс достаточно огромный, но, к сожалению, немножко уже устарел. И, как вы можете видеть, местами проржавел. Но от этого не менее популярен у туристов. И мы постепенно приближаемся к границе нашей зоны комфорта, к центру набережной Герцогнови, Шкверу. Ну, вот мы на Шквере. И, как я уже неоднократно говорил, это место, делящее набережную на две части. Вот, оттуда мы приехали. Это, там находится район Савина и Мелина. Там более спокойный отдых, более расслабленный. Там гораздо меньше людей и не такие забитые пляжи. А в той стороне находится Игола. Вот там прямо у нас находится старый город. Но вот она, крепость Форте-Мара. Пройдя по ссылочке наверху, вы можете посмотреть, как мы недавно гуляли на этой крепости. Что у нас здесь есть на Шквере? Ну, во-первых, на Шквере здесь достаточно большая марина. Отсюда отправляются основные экскурсионные корабли. Здесь же находится вот такой вот большой пляж. И огромное, просто огромное количество различных кафешек. Вот по вот этим вот ступенькам можно попасть в старый город. Ну, а наш путь движется прямо в Игола. Но мы тем временем постепенно приближаемся к Игола. Ну, и по моему мнению, вот это место и до самого Игола одно из самых шумных мест, особенно в вечернее время. Здесь устраивают дискотеки, устраивают вечеринки. Здесь громко орет музыка, причем из всех кафешек одновременно. И для людей, не любителей тусить, не очень комфортное местечко, я вам скажу. Но для молодежи само то. Здесь сосредоточена основная торговля. Такие небольшие бутики с кучей сувенирки и различные три бутики одежды. Сейчас они закрыты по понятным причинам, потому что отдыхающих туристов еще пока нет. Друзья, ну вот мы и в Игола. И здесь мы можем с вами видеть вот такой вот кока-кольный пляж. Ну, а по правую сторону от него пляж под названием Ла Бамба. Все, кто был в Герцог-Нове или здесь живет, знают этот пляж, потому что отсюда, из Игола, также отправляются экскурсионные корабли. И сюда, на этот пляж, постоянно приезжают какие-то артисты местного характера. Здесь Носнабережная так врезается прямо в городскую среду. Буквально пересекается с автомобильной дорогой, но совсем на немногое и уходит обратно в сторону моря. Здесь у нас пешеходная зона, такой небольшой парк, который носит название Игола, как ни удивительно. Вот он, этот пляж Ла Бамба, про который я вам рассказывал. Здесь же на нем, кстати. И вообще, в Черногории я в первый раз увидел катамараны с возможностью ныряния. То есть, если, не знаю, видно нет на камере, вот там стоят желтенькие катамараны, и у них есть такие типа горок, по которым можно спуститься в воду. Но мы находимся в самом центре Игола. Здесь такой вот небольшой торговый центр. Там же за ним находятся торговые павильоны. И мы постепенно входим в набережную, на которой сосредоточено огромное количество торговых точек, ресторанов, баров. Здесь жизнь кипит и днем, и ночью. Здесь постоянно много людей. И для тех, кто не любит большое количество людей, это место будет немного раздражать. Даже сейчас вы можете видеть, время еще нет 8 часов утра, а здесь уже полно туризм. Ну а тем временем солнце позади меня постепенно начинает подниматься все выше и выше. И уже припекает достаточно так жестко. Здесь, кстати, есть такой детский картинг. Небольшая площадочка, но достаточно по барыжным ценам. Вы можете видеть, что один старт, это вот этот небольшой кружок, прокатиться на маленькой машинке, для ребенка будет стоить 1 евро. Сейчас начинается самое комфортное время для купания, когда еще не сильно жарко. Вода достаточно спокойная, и людей не очень много. Но мы тем временем постепенно покидаем центральный район Игала и движемся к его окраине. Здесь вы можете уже видеть, что не такое огромное количество различных заведений, людей стало гораздо меньше. Хочу добавить, что в этой части набережной в августе месяце должен проходить байкерский фестиваль, который будет длиться пару дней буквально. Я обязательно постараюсь на него попасть и поснимать там для вас. Здесь чуть ближе можно видеть эти странные катамараны. Обратите внимание, что у них посередине есть такие вот ступеньки и горка, по которой можно прискатиться прямо в море. Ну что, друзья, в принципе, мы достигли нашей финальной точки. Это окраина Игала и конец 5,5-километровой набережной. Надеюсь, вам понравилась наша с вами виртуальная утренняя прогулка. Если да, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был я. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok